Когда сажать кабачки и тыкву? Кабачок и тыква – однолетние травянистые растения, которые высоко ценятся в диетическом питании. Они очень близки в ботаническом отношении и предполагают сходные условия выращивания. Оптимальные условия для выращивания кабачков. Все виды кабачков требовательны к освященности и плодородию почвы. Недостаток света значительно снижает показатели урожайности до 10 раз. Для этой культуры лучше всего подходит суписанник или суглинок. Показатель кислотности нейтральный. Весной на участок, отведенный под кабачки, вносят органические минеральные удобрения. Потом место посадки перекапывают. Совет. Растения можно разместить на компостной куче. На ней находится рыхлая, богатая кислородом почва, которая быстро прогревается. Кабачки плохо переносят самозатенение, поэтому необходимо оставлять достаточно свободного места между растениями. Их нельзя выращивать на одном участке чаще, чем один раз от 5 лет. Оптимальные предшественники – помидоры, капуста, лук и бобовые, худшие – любые тыквенные культуры. Кабачки – оптимальные условия для выращивания тыквы. Тыква требовательна к освященности, теплу и влаге. Она не любит загущенных посевов и затененных мест. Для нее следует отвести плодородный участок, богатый органикой, но защищенный от ветра. Растения рекомендуют сажать после картофеля, капусты, лука и бобовых культур. На заметку. Важное условие получения обильного урожая – соблюдение плодосмена. Тыквенные культуры нельзя сажать на одном и том же месте чаще одного раза в течение 4-5 лет. Тыква способна вырасти почти в любой земле, но она должна быть хорошо дренирована. Следует выбрать открытое место, которое достаточно хорошо освещается солнцем. Культура плохо развивается на сырых и глинистых почвах. Если грунт кислый проводит известкование или добавляют древесную золу. Место посадки предварительно за 10-15 дней удобряют. Для этого вносят перегной или компост, древесную золу и минералы. Потом участок перекапывают на глубину 50 сантиметров. Когда сажать кабачки и тыкву? Один из главных вопросов, ответ на который должен знать каждый огородник, когда высаживать рассаду кабачков и тыквы в открытый грунт. Обе культуры можно выращивать двумя способами – рассадным, семенным. Конкретное время посадки как кабачков, так и тыквы зависит от территориального расположения участка. В средней полосе России семена тыквы помещают в открытый грунт. С 10 по 15 мая утепляет и накрывает пленкой. 10-16 июня пленку снимают. По лунному календарю в мае 2019 года лучшие дни для тыквы. С 8 по 10 и с 15 по 18 в июне 5-6 с 11 по 16. Кабачки для ускорения прорастания семян тыквы 20-25 апреля приступают к предпосевной подготовке. Для этого их замачивают в одном из следующих растворов полного минерального удобрения – нитрофоска, нитравмофоска, азофоска, 1 час. Лист на 1 литр воды, темно-красного марганцева, кислого калия с добавлением 0,5 таблетки микроэлементов, древесной золы, 1 стакан л. На 1 литр воды. Семена оставляют в растворе на 2-3 дня, после чего промывают и заворачивают во влажную ткань на 2-3 дня. Прорастание семян наблюдается при температуре плюс 10, плюс 13 градусов. Нормальный рост протекает при плюс 25, плюс 27 градусов. В районах с холодных климатом высадку откладывают на более позднее время – конец мая, начало июня. Чтобы вырастить рассаду, семена сеют за 25-30 дней до помещения ее в грунт. Дольше держать ее дома нельзя, иначе они сильно вытянутся. Рассаду лучше сажать в бумажные стаканчики или горшечки из торфа. Проращенные семена помещают на глубину около 6 см. Побеги можно высадить в открытый грунт, когда пройдет угроза весенних заморозков, то есть примерно 1-10 июня. К выращиванию рассады кабачков, приступая 15-25 апреля или 1-5 мая, используя торфанные горшечки. Когда почва прогреется до 12-13 градусов, с побеги перемещают на грядки. Выращивание рассады кабачков в открытый грунт семена сей в 20-25 мая. Но точное время зависит от климатических условий. В северных районах посадку можно перенести даже на июнь. По лунному календарю в апреле благоприятными днями являются 6-8, 11-13, 17-18 числа, в мае 5-8, 10-15, 18 до полудня. Примерные сроки посадки для некоторых регионов России. Центральная часть с 10 мая под укрытие Воронежская, Саратовская области. С 10 апреля Свердловская, Пермская области, начиная с 15 мая под укрытие Ростовской, Краснодарской, Волгоградской области. С 10 марта Семенов сходит при плюс 12-15 градусов. При более низких температурах растения погибают. Оптимальные условия для роста и развития плюс 22-26 градусов с днем, плюс 18-19 градусов с ночью. Знание, когда необходимо сажать кабачки и тыкву в открытый грунт, позволяет получить обильный урожай. Кабачки с тыквой Как сажать кабачки и тыкву в открытый грунт? Для высадки кабачков формируют грядки, длина 4 метра, ширина 70 сантиметров. Потом землю перекапывают и выкапывают лунки через 60-70 сантиметров. Тогда растения будут хорошо развиваться и принесут обильный урожай. Побеги заглубляют до семидольных листов, а стебель немного наклоняют. Окружающий грунт слегка уплотняют и поливают. Высаживание семян проводят на глубину 3-4 сантиметра, на тяжелом грунте 5-7 сантиметров на легком. Расстояние между растениями такое же, как и при размещении рассады. Можно класть в одну лунку 2-3 семени. После появления всходов проводят прореживание, оставляя наиболее сильные и развитые саженцы. На заметку, посадку рекомендуется проводить утром, вечером или в пасмурную погоду. Молодые побеги не любят яркого солнечного света. Для тыквы также отводят хорошо освещенный участок. Рассаду перемещают в грунт, когда на побегах сформируется 3-4 настоящих листа. Подходящая температура почвы 14 градусов. Плетистые сорта высаживают через каждые полтора метра, а кустовые – через 90 сантиметров. Стаканчики ставят в лунки, поливают, мульчируют орфом и накрывают стеклянными банками. Днем их можно убирать, а на ночи опять ставить и так до тех пор, пока существует вероятность наступления ночных заморозков. Размещение семян производится в заранее подготовленной лунке. По какой схеме сажать? Диаметр 30 сантиметров. Глубина 6 сантиметров. Расстояние между лунками зависит от сорта. Минимальное 90 сантиметров. В каждое углубление кладут 2-3 проращенных семени. Потом лунки засыпают землей. Если почва сухая, то проводят полив. Рекомендации по дальнейшему уходу. Достаточно соблюдать простые рекомендации, чтобы получить хороший урожай кабачков и тыквы. На заметку, если на огороде посажено много овощных культур, то лучше составить специальный календарь олива и подкормок, чтобы ничего не упустить из виду. Уход из отыквы предполагает проведение подкормок, полив и правильную формовку плетистых видов растений. Удобрения вносят с интервалом 15-16 дней. Используют разведенный 1 к 10 коровя, к которому добавляют по 2 ст. Лис полного минерального удобрения. Альтернативный вариант – слабый раствор птичьего помета 1 в 20. Во время плодоношения культуру удобряют через каждые 8-10 дней. В период роста проводят обильный полив один раз в 7 дней. У плетистых сортов главный стебель прищипывают по достижению длины 1,3-1,5 метра и оставляют два боковых побега по 60-70 сантиметров. Во время цветения тыкви требуется дополнительное искусственное опыление. Эта мера особенно нужна в рохладную или дождливую погоду. Вызревшие плоды срезают вместе с плодоножкой длиной 5-6 сантиметров. Сбор урожая ведут вплоть до наступления заморозков. Кабачки и кабачки нуждаются в удобрении и поливе. За период вегетации подкормки вносят 3 раза до начала цветения раствор коровяка 1 к 10 с 1 ст. Лист нитрофоски на 10 литров воды. Поливают из расчета 1 литр на 1 растение. В период цветения в 10 литров воды разводят по 1 ст. Лист древесной золы и полного минерального удобрения. Во время плодоношения на 10 литров воды нужно положить по 1 ст. Лист мочевины, сульфата, калия и суперфосфата. На 1 кВМ выливают 3 литра раствора. Культуру поливают под корень по такой схеме. До начала цветения 1 раз в неделю 8-10 литров на кВМ. В период образования плодов через 2-3 дня 10-12 литров на кВМ. Поливают теплой водой плюс 22-25 градусов. От холодной жидкости молодые завязи загнивают. Для лучшего завязывания плодов рекомендуется проводить ручное опыление. Соблюдение сроков и рекомендаций по посадке позволит каждому огороднику вырастить вкусные и полезные тыквы и кабачки.